Соответствует ли законопроект Минским соглашениям и поможет ли он сохранить временное затишье на Донбассе? Проанализируем ситуацию и продолжим разбираться в теме с политологом-международником Андреем Бузаровым. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте, скажем так, разбираться на пальцах, потому что опрос показал, что те же киевляне не совсем понимают, что есть такое децентрализация, почему вокруг нее столько шумихи и даже смерти людей, вот мы могли недавно наблюдать трагические события под Верховной Радой. То есть, что поменяется, если говорить простым языком? Сама идея децентрализации, она, безусловно, позитивна. Но я думаю, что лучше всего бы ее было имплементировать, внедрить лет 15 назад в Украине, то есть, когда принималась Конституция в 1996 году. Это была бы очень хорошая идея. Должна ли бы где падать, конечно, постели бы соломки. Тогда бы многих трагических вещей не было в Украине. Но сейчас эта идея запоздания, но все-таки пытаются ее каким-то образом имплементировать в жизни. Идея проста, передать часть полномочий с центра, с Киева, с центральной исполнительной власти на места, в соответствующие регионы. Я думаю, что эта идея очень правильная. Но как она будет осуществляться, это уже другой вопрос. А что по факту децентрализация должна дать восточному региону, должна дать Донбассу? Сама идея децентрализации, которая заложена в нынешних изменениях, так называемом президентском проекте, она не предоставляет каких-то привилегий. А все кричат о каком-то особом статусе, то есть речь же о нем не идет. Тут нужно два момента понимать. Первое, децентрализация по всем регионам. И тот регион, который на сегодняшний день не под контролем Украины, то есть ДНР, ДНР, то, что сейчас называется, вот ему, может быть, будут какие-то привилегии. И пока какие привилегии, что будет, никто не понимает. А может быть и не будут. Правильно? Ответов четких на эти вопросы. Как и Минские соглашения. Каждое слово подразумевает двойственную и тройственную трактовку. Сейчас изменился состав коалиции. Ее покинула радикальная партия. Это значит, что в полку оппозиционеров прибыло. Хоть и Олег Валерьевич Ляшко говорит о том, что его оппозиция будет не такой. Она будет отличаться от оппозиционного блока. Это будет нечто совсем другим. Как это изменит контекст принятия решений в Раде? И снижает ли это шансы на то, что конституционное большинство, 300 голосов на голосовании за децентрализацию во втором чтении, все-таки будет набрано? На мой взгляд, это не составляет большой проблемой для пропрезидентского большинства, поскольку юридически выход коалиции партии Ляшко не влечет за собой развал коалиции или перевыборов. Есть другие кандидаты, депутаты, унифракционные, заппозиционные блока, которые смогут подстраховать в этой части президента. Безусловно, опасность того, что 300 голосов могут быть не набраны, существует. Но я думаю, консенсус будет найден во многом потому, что это продиктовано внешними факторами. То есть Россия и США будут всячески давить и говорить о том, что нужно это принимать. Поэтому хотят, не хотят, но 300 голосов будут набирать. Я предлагаю получить информацию из первых рук. Голосование против децентрализации, выход из коалиции и требование провести всеукраинский референдум о статусе Донбасса. Радикальные меры радикальной партии. С нами на прямой связи народный депутат Игорь Масийчук. Игорь Владимирович, добрый вечер. Игорь Владимирович. Да, я чую, чую. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время выйти в наш эфир. Олег Ляшко заявил, что выступает за вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на всеукраинское обсуждение. То есть, я процитирую, пусть народ, а не продажные политики, решают судьбу страны. Вот он говорит. Какие ваши требования? Чего вы хотите добиться? Ну, первое за все, мы вымагаем расследование подий под стенами Верховной Рады, в результате которых загинуло три бойца национальной гвардии. Это первая вымага. Мы считаем, что кровь этих людей на руках президента. Что это террористический акт, сделанный для того, чтобы отвлекти увагу от того, что происходило в парламенте. Сейчас происходят репрессии относительно молодых людей, которые были на абсолютно мирной акции под стенами парламента. Ну, смотрите, она не была такой уж и мирной. Есть в сети фотографии агентства Рейтерс, на котором видно, как у молодых людей в руках дубинки и есть некое насилие. Нет, нет, нет. Так абсолютно. Я же за то, чтобы было проведено расследование и были покараны винные. Но не за то, чтобы хопали подряд всех громадских активистов, волокли в суд, обирали за побежный захист только за то, что он был на акции. Игорь Владимирович, конечно, смотрите, мы тоже абсолютно за правовое расследование. А вот мы только что в студии... Да, да. А стосовно референдуму, стосовно референдуму, то наша позиция дуже чітка и проста. Жодно коаліції в парламенте не существует Европейская Украина. Иснует коаліція между блоком Петра Порошенко, Народным фронтом и опозиционным, то есть злодийским блоком, яка при порушении коаліційной угоди протягла решение про первое расследование, про изменение до Конституции с особенным статусом Донбасса. Но вот мы только что говорим о том, что нет никакого особенного статуса. То есть есть... Ну, это они вводят в оману людей, вводят в оману народа. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, особенный статус есть. Про это сам президент говорит за кордоном. Посмотрите, как называют принятые нормы МЗС Франции, Немечки, и других партнеров Украины. Там чётко прописаны слова «особенный статус Донбасса». А это для нас, лохи украинцев, намагаются разповісти, что это какие-то особливости самоврядувания. Игорь Владимирович, ну вот подождите, давайте на одну минутку остановимся и попросим политолога прокомментировать. Андрей, а вы что-то слышали о том, о чём сейчас говорит Игорь Владимирович? Он говорит о том, что где-то уже прописано, президент об этом знает, людей вводят в заблуждение. На самом деле всё не так. Вот что скажете? На самом деле, что будет дальше, трудно сейчас сказать. Васильчук, безусловно, в части особого статуса, всё равно он прав. То есть явно что-то особое туда закладывается. Но что я не могу сказать, поскольку знает только президент Украины и ближайшего окружения. Игорь Владимирович, ну давайте вернёмся к... Абсолютно. Я хочу подправить политолога. Дивіться, есть закон о особливости самоврядувания на определенных территориях. В этом законе, принятий парламентом минулого скликания, в этом законе прописано створение полиции, числа местных, тобто числа сепаратистов, створение прокурора, судов, и тому подобное. Вот такое местное самоврядувание, запропонованное Донбасу, вгідно закону. Звичайно, в этот закон можно внести изменения простой большинстве парламента. Но с такой самым простой большинстве парламента, туда можно и что угодно записать. Поэтому мы и категорично против. Мова идёт про территориальный устрий краины. И в данном случае никакие политики, ни радикальная партия, ни злодийский блок, ни блок Петра Порошенко не имеют права не порадитись народом, а принимать самостоятельно какие-то риски. Хорошо, Игорь Владимирович, а что Вы тогда предлагаете? Вы предлагаете вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Я Вас правильно понимаю? Да, у нас несколько инициатив, которые направлены на... Только, пожалуйста, очень коротко, хорошо? Да, на то, чтобы встановить мир на Донбасе. Первая инициатива – это перейти от так называемого нормандского формата в формат Будапештский, собирать страны, которые давали гарантии территориальной ценности Украины, когда Украина отказалась от ядерной оружии. Вот есть страны-гаранти, они подписывались с этим. И в этом формате с странами-гарантами нужно вести перемоги. Хорошо, Игорь Владимирович... Другая позиция, другая позиция. Я Вас прошу покороче. Если мы говорим про какой-то особенный статус в любом территории, а не только Донбассе, то это может вырисовать выключительно украинский народ на всеукраинском референдуме, а не какие-то отдельные политики, которые сегодня используются, а завтра не используются поддержкой этого народа. Хорошо, мы Вас услышали. И последний вопрос, буквально в двух словах, очень коротко. Зачем вчера Олег Валерьевич звонил президенту на мобильный, пытался зайти в здание администрации президента, это показывали в прямом эфире. С какими вопросами и почему ночью? Что, собственно, происходило вчера под администрацией президента? Абсолютно вчера ввечері на одному з телеканалів народний депутат від боку Петра Порошенко, Олег Барна напав на мого коллегу депутата від радикальної партії Юрія Чизмера, напав з криками про якусь агентуру Кремля, зламав йому ребра. Мы вважаємо, что такие події ведут до нагнітання ситуации в суспільстві, що однозначно спрацює на руку ворогу. Тому ми вчера пришли під администрацію, хотіли побачитися с президентом чи с керівниками администрації. А вони закрились щитами, ніхто не вийшов, ще й поліцію на нас викликало. Вот така у нас влада. Ясно. Спасибо вам за пояснення. Я напомню, с нами на прямой связі был народний депутат, член фракції радикальной партии Игорь Масейчук. Спасибо, що нашли время выйти с нами на связь. Ну вот, Андрей, ми услышали точку за децентрализацию в начале программы, вот услышали, в принципі, точку против. Ну, если подвести такой некий итог, да, вот этому противостоянию, все-таки на чью чашу весов есть больше шансов, что склониться? Большинство. Это первое. И повлияет ли как-то децентрализация на шанс провести нормальные местные выборы в нашей стране, которые будут всеми приняты, всеми признаны, и это как-то нас чуть-чуть подвинет к завершению войны? Да, я могу дать очень, в принципе, четкий ответ по этому моменту. Децентрализация, повторюсь, идея очень хорошая. Как она будет осуществлена, трудно сейчас сказать, но у президента есть шансы ее осуществить так, как он это видит. Почему? Потому что у него есть большинство, он его соберет в парламенте, это раз. Во-вторых, есть внешнеполитическая поддержка, это очень важный момент. То есть его поддержит и Европа, возможно, и США, и даже Россия, скрытно. Что касается выборов нормальных в стране, то вот эти местные выборы будут сомнительны по многим моментам. Особенно лично мне не нравится то, что они будут приведены в некоторых городах Донбасса. Я считаю, это антиконституционно, это неправильно, это противоречит всем международным нормам и абсолютно необоснованно. А что касается дальнейших, то очевидно, если будет принята уже новая конституция Украины, то по логике должны быть проведены парламентские, местные и президентские выборы. Спасибо, Андрей. Я напомню, разобраться в законопроекте о децентрализации нам помогал политолог-международник Андрей Бузаров.